И с этим в том числе связаны его отсутки. Чтобы не пропустить, Ювентус уже не справляется. 1-0, Мадридский Реал. А вот на повторе давай все-таки вспомним, что это Лига Чемпионов. И те самые фланги, которые укреплял Семиану Аллегри, не сработали, не сыграли. Провал справа, Дешильо не разбирается в своей зоне. Абсолютно пустая зона справа. И у Искова абсолютно нет никаких проблем сделать выверенную передачу в центр. Грубейшая ошибка. Команда, которую очень мало, в принципе, пропускает. И совершенно необъяснимый провал в самом начале матча. Марселу, конечно, эстетскую передачу выдал, но чем был занят Дешильо, совершенно непонятно. Блестяще сыграл Карим Бензима. Ладно, Криштиан Роналду, он сделал то, что должен. Вот как же он еще шведкой подкрутил мяч в дальний угол. Это просто высший пилотаж. Но Бензима связал, просто посадил на себя Джорджио Кьелини. И именно это позволило Криштиану Роналду оторваться от Борцали и отправить мяч в ворота. 1-0. Я даже не успел. Всех Диббл заявлен на групповой этап у Ювентуса. И только уже перед матчем Миклоев был дозаявлен. Бентанкур играет в середину. Хедира неплохо. Диббл. 1-1. Сейчас нужно пробовать делать, но Великий Рамос. Великий Рамос, конечно, не забудут ему выходку в финале Лиги Чемпионов. Я думаю, ты тоже не забыл. Я уже давно забыл. Все, что касается Бутрогенио, Рауль. Вот эти люди хорошо поужинали, видно. Они тоже сейчас обсуждают легенды королевского клуба, что происходит на поле. И ждут этого штрафного. Подача Диббалы. Опасно. И Килурновас. Первое спасение Костриканского голкипера Гонсал Игуаин. Сам заработал штрафной. Сам же был близок к тому, чтобы счет сравнять в этом матче. Но это к вопросу о голе Ювентуса, который, я думаю, должен состояться. По сути дела, первый же момент. И очень близко к голу. Фантастическая реакция Наваса. И в данной ситуации, конечно, вратак демонстрирует свой высочайший класс. Потому что это первое его вступление в игру. По сути дела, на 23-й минуте. И как он великолепно среагировал и выручил свою команду. Ошибается. Диббала. В простой ситуации. Мы сейчас увидим, как Игуаин выиграл там позицию. Классный навес. И да, Игуаин здорово нырнул, опережая Карвакаля. Пробил ногой. Ногой. И реакция феноменальная. Просто феноменальная реакция у Келла Урнаваса. Сейчас очень красиво сыграли нападающие вратарь. Игуаин действительно пробил. Умудрился еще стопу развернуть. Сложнейший сейчас удар нанес Игуаин. Мужчина даже закурить не успел на этом замедленном повторе. Меч летает над футбольным полем. И вот здесь, в тот момент, когда нужно было в активный отбор пойти, Бентанкур почему-то позволил Бензима совершенно спокойно принять мяч, развернуться и Реал уже около штрафной площади Ювентус. Исконно. Ну почти ударную позицию вышел. А это Кросс. Боже мой, какой удар. Тони Кросса сдали дистанцию. Меч по такой восходящей траектории пошел и угодил в перекладину. Очень симпатично разыграли сейчас комбинацию. Мадрица и удар. Роскошный Кросс. У Буфана никаких шансов не было спасти команду. То есть чуть мяч полетел бы ниже рикошетом от перекладины. Вынимай. И можно, в принципе, уже на вторую игру не ехать. Ну почему? 2-2, закончи и потом обыграй, как на Уэмбли Тоттенхэм. Нет, если 0-2, здесь вот закончишь. Ну не, я говорю, если бы пропустили бы второй, а во втором отыгрались бы 2-2. Все-таки Паула Дебала, он снова будет исполнять. Хотя там рядом был Дуглас Коста. Подача Дебалы. К Елини! Абсолютно один был момент! И как сейчас Варан выставил ногу, если бы эта передача прошла, то Ювентос точно бы счет сравнял. Ну как к Елини не попал? Это Дождь? Нет, одно дело, к Елини-то не попал. Почему его никто не держал? Его бросил Рамос. И вот здесь, видишь, если бы не длинная нога Варана, то там уже готов был внести мяч в ворота Борцали. И Борцали к Елини здесь все были. Оно сейчас не удалось. Ювентусу из этой потери извлечь какую-то пользу. Уже мадридский Реал в атаке. И Криштиану Роналду, который повздорил несколькими минутами ранее с Борцали. Ох, как Бензиман, что делает? И здесь Роналду! Это же был почти гол. Смотри, как к нему прибежали. Сразу фанаты и поклонники. Ну вот на всех стадионах к нему так прибегают фанаты и поклонники. А сейчас хорош Дуглас Коста. Смещается он в середину. Отличный пас на Игуаина. Игуаин смотрит, где там Павла Дебала. Ему пошла передача, но не вырезал. А ты знаешь, мне показалось, Дебала сейчас очень тяжело. Все, наверное, были сфокусированы и ты на Игуаине, и он был с мячом. А я как раз, ну, поэтому вдвоем. Это против Лас-Пальмас, а не против Ювенца. А вот сейчас, если ты хочешь поспорить сейчас, сейчас бы я поставил на Гол Дебала. Ну, хорошо. Хорошо, поставь. Пожалуйста. Почти же залетело. Казалось, что мяч летит в ворота после рикошета от стенки, но мяч в створ не попал. Да, было очень близко. Очень близко. Причем за голову хватает сойти и другие угловой. Ювентуса, у мяча Дебала, подача. До Игуаина мяч не доходит. Что там не понравилось? Четыру. Кто-то кого-то хватал за футбол. Это всегда на каждом стороне. Симбиоз какой-то одной футбольной культуры, умноженной на итальянскую тренерскую школу. И опыт выступления в чемпионате Италии, обратите внимание. Сейчас будет 2-0. Если успеет. Подожди, 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 подожди. Но может быть 2-0. Действительно, Лукас Васкет бьет и Буфон выручает. Но Джорджио Келлини, они уже 857 матчей. Какой голешник! Я сейчас заканчиваю в сердце. Какой голешник, боже мой. Вот после этого точно можно заканчивать, по крайней мере на сегодня. Потому что лучше мы уже не увидим совершенно точно ничего. Феноменальный гол Криштиану Роналду. Потрясающе! Гениально! Изумительно! Невозможно что-то придумать еще, чтобы это описать. Давайте просто смотрите, наслаждаться. Все ясно в этой паре. Джорджио Келлини 900 матчей почти сыграл, наверное, вместе с Буфоном на дворих. На какую же ошибку они сейчас... Да это уже непонятно. Голд он уже забил, когда все были на своих местах. Ну все. Голд он уже забил, когда все были на своих местах. Фантастика! Вы днимите мне веки, Георгий. Вы днимите. Я хочу видеть этот гол еще и еще. Наслаждаясь и смотри. Смотри. Слушай, мне кажется, Буфон просто спать не будет. Да я думаю, что Буфон думает, вот теперь можно заканчивать точную карьеру. Просто пропустив такой гол, это вот жирная точка. Вот, вот это лучшая характеристика голда. Это болельщики Ювентуса. Аплодирует Криштиану Роналду. Даже... Да! И Зидан думает, даже я такой красивый гол не забивал в финале Ливеркузенскому Байеру. Да! В падении через себя в четвертьфинале. В гостях Криштиану Роналду. 14 мячей. Больше всего поражает, что к этому человеку по-прежнему есть вопросы. У многих людей. Даже мама Криштиану Роналду не выдержала и в соцсетях напишет, что была опасная игра. Ну да, было бы смешно. Да. Но гол засчитан, 2-0 впереди. Мадридский Реал. Атаковал Ювентус. Красный карточ. Красный. Паула Дебала. И он пропускает матчи на Санкт-Петербург. Да. Что будем делать в 25 минут? Константин, какие есть умысли? Ну, ждать тот самый гол Ювентуса, который ты прогнозировал в первом тайме. Ну, прогноз на сей раз не сработал. Ну, сейчас, на самом деле, может быть, и не было умысла такого уж в игре Дебалы, но он не видел Карвахаля, но опасная игра есть. Опасная игра в корпус потом. Интересно, это прямая красная карточка, да? Или вторая желтая? Ну, скорее всего, вторая. Но это неважно. Главное, что Ювентус 3-0-2 остается в дистирон. И тут, в общем, сказать нечего. Кроме того, что Аллегри, ну, с задним умом все сильные, но у нас есть возможности и даже некоторая обязанность что-то такое по этому поводу произнести. Ну, да, Келень ошибся. Ну, и на старуху бывает проруха. А что такое? Но самое-то главное, что гол забил Криштиану Роналду после того, как все встали на свои места. Буфон был в воротах, защитники были в воротах. Передача была в гланды и даже мимо этих гланд, да? И как он умудрился этот мяч вообще сыграть. Это абсолютнейшая фантастика. Более красивый я видел, пожалуй, помню, с Мексиканейцем. Буфоном был в финале чемпионов. Буфон уже коллекция достаточно. Ну, вот у Реала три удара в створ-ворот в этом матче. Два голевых и вот удар, который наносил Лукас Васки, с которым справился Буфон Роналду. Ох, как они играют, да. 3-0. Да. Ну, все. Вот теперь уже интриги никакой нет. Да, но это многовато даже. И еще раз обращаю внимание, насколько красиво и легко играет мадридская команда. Сейчас просто издевательски вошли в штрафную площадь. Шикарный гол забивает Марселло. Как же он мячи принимает. Просто удивительно. Уже, казалось бы, потерял. И на этой ноге стоит. И ей же отдает. Это вообще удивительно. Опорной ногой. Как можно передать? Ты видел, что он... Он на ней стоял и сделал ей пас. Это вообще просто... Нет, гораздо круче идет то, как он перебросил мяч вот здесь. Через правой ногой, через Буфона. И уже вместе с мячом туда закатился в ворота. Ну, 3-0. Ну, все ясно. Игра в Мадриде будет просто красивым таким выставочным матчем. Все понятно. В этой паре, ну, после 0-3 ловить нечего. Ювентус... Даже я не буду смотреть статистику, когда Ювентус, по-моему, впервые пропустил такое количество мячей на своем поле на этой арене. От кого он их чисто теоретически пропустил дома. Но то, что он не забьет сегодня, это тоже удивительно. Чисто теоретически Мока Тоттенхэм пропустил 2. Ну, и когда проиграл в Баварии, тоже было 0-2. Ну, что ж. Росбар перекладина по-английски. Но, правда, Лидникер написал это слово с умышленной ошибкой, сделав частью этого слова фамилию немецкого полузащитника. Ведь был такой момент, мы говорили с тобой о моменте, когда не забил Дебала. Ну, ох, еще перекладина. Это Ковачич бил, и Роналду ему мяч сбрасывал. Да, мы говорили с тобой о моменте, когда Дебала не забил, когда Рикат Рикошет от стенки мяч ушел. Да, еще и у Гуаина. До этого был момент у Проса, когда он в перекладину попал. Но до этого еще был и момент у Игуаина, когда выручил Кейлор Навас. Ну, наверное, это ключевой момент. Кстати говоря, Навас после того, что ошибся один раз на выходе, когда голову чуть не разбил Рамасу, больше он в игру вообще не вступал. То есть, по сути дела, он вытащил, возможно, летний закончил бушлон, и это будет уже новый Ювентус. И вот, собственно, наверное, вот в своем старом составе с этим тренером Ювентус, видимо, проводит... Какая передача, Роналду там абсолютно один, и не забивает. Прощает он еще. Прощает. Я думаю, что нарочно, да. Да ну хватит. Роналду. Нарочно, он же артист. Ну зачем же Буфона вот так вот унижать и уничтожать? А, забив через себя в падении, вот здесь он нарочно решил запустить мяч выше перекладины? Ну, может быть, он не был по... Фантазер. Фантазер сосредоточен на 150% сейчас. Смотри, как Зидан расстроился. Это к Елене. Не удалось перебросить мяч через голову. В момент удар Гонсало Игуаев. Малостов в каком порядке? Вообще без игры вратарь, но когда нужно, включается и выручает. Футбол. Ну, Реал сегодня... Не экстраклассов. Реал сегодня заслужил. Реал... Нет, ну извините, я не знаю. Там можно болеть или не болеть за кого-то, но не относиться с уважением к тому футболу, в который играет Реал в Лиге Чемпионов. Как он там играет в Испании, это их дело. Но сейчас нам попадать в ворота в Квадрадо этого не сделал. Хотя момент был, конечно, убойный. Не Марселло, правда же? Марселло забил, Квадрадо в более легкой ситуации не забил. В этом тоже маленькая разница в классе, где нельзя этот футболист. Ну что, все понятно. Ювентус заканчивает эту Лигу Чемпионов, но зато идет к своему седьмому титулу Чемпионов Италии. Это тоже, конечно, огромное достижение. Вернемся на Матч ТВ после рекламы для того, чтобы провести итоги этого матча, в котором мы увидели удивительный гол, потому что Роналду сегодня сотворил абсолютный шедер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова